Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем чтение книги «Премудрости Иисуса Сына Сирахова», глава 19-я. «Работник, склонный к пьянству, не обогатится, и ни во что ставящий малое, мало-помалу придет в упадок». Очень актуальная мысль для нашего времени, и не в хороводе, а в огороде, не в пиршествах, а на трудническом подвиге надлежит обретать себе друзей и помощников. Веселая компания, насмешливость и балагурство могут временно повеселить душу, но неблагонадежен тот спутник, который без этого допинга и с потерей благоразумия в своих увеселениях не может проходить земное поприще, которое требует много трезвенности и усилий. «Верный в малом и в великом верен, а неверный в малом непременно придет и к полному разорению. Вино и женщины разворотят разумных, а связывающийся с блудницами сделается еще наглее». Часто человек благоразумный говорит о себе как о неуязвимом теми пороками, которым безраздельно поглощены бывают его знакомые или окружающие люди. Но Премудрый замечает, что эти соблазны погубили и разумных. Они имеют силу над человеческой душой, которая, бывает, остается без благодатной Божьей защиты. Потому по какому бы вопросу, по каким бы обстоятельствам жизни не было у тебя перспективы связаться с блудницами, пойми, что не принесет тебе эти связи не только падение с ними, но и даже вращение среди этих современных звезд различных сфер жизни не принесет никакой пользы. И кажущаяся польза светских отношений в обществе тех, кто хвалится собственными нечистотами, неизбежно приведет тебя самого к наглости, то есть к безрассудной гордости, в которой есть дерзость и против самого Бога оскорбительное существование. Гниль и черви наследуют его, и дерзкая душа истребится там, где роскошь, приправленная всяким распутством, там вить, умей увидеть в этом последствия гниль и черви и истребление этой души из живых. Кто скоро доверяет, тот легкомыслен, и согрешающий грешит против души своей. Таким образом, и доверчивость ближнему, поверхностная и легкомысленная, не безгрешна. Это грех против самого себя. Веряться непроверенным людям, общаться и вступать на путь общего служения с теми, кто неблагонадежен. Преданный сердцем удовольствием будет осужден, а сопротивляющийся вожделением увенчает жизнь свою. Увенчание жизни каждый из нас видит по-своему, кто к чему стремится, к удачным произведениям, тобою созданным, удачным коммерческим проектам реализованным, но по-настоящему увенчивается тот, кто оказался последовательным в сопротивлении, вожделением века сего. Еще хорош и будет радоваться, обуздывающий язык, он будет жить мирно. И ненавидящий болтливость уменьшит зло. Не только свою, но и болтливость других. Умение отодвинуться от сообщества, в котором царствует празднословие, было характерно каждому подвижнику благочестия. Говорят святители Феофан, с увлечением и великой пользой для слушателей, когда еще при прижде затвора общался с людьми, вникал в их нужды и заботы, но едва разговор переходил на пустое, он тотчас как бы отдалялся от собеседника, погружался в молитву, и ничего не оставалось собеседнику, как ретироваться, иногда не попрощавшись, потому что святитель Феофан уже не поддерживал такого рода беседы. Никогда не повторяй слово, и ничего у тебя не убудет. То есть не будь навязчив в своих словах к ближним. Для разумного бывает довольна и однажды обозначить ту мысль, которая кажется тебе важной и существенной, так же и доверие тебе будет не в связи с многократным повторением одного и того же, а в связи с немногочисленными, но взвешенными словами от тебя происходящими. Ни другу, ни недругу не рассказывай. Если это тебе не грех, не открывай. Вот еще одна задача, которую ставит своему сыну и нам с вами, мудрый наставник. Будь немногословен и то, что можно из фактов и обстоятельств в своей жизни или чужой. Не обнародовать через слово не надо этого делать. Ибо он выслушает тебя, любой слушатель, и будет остерегаться тебя и по времени возненавидит тебя. Поэтому, если хорошее про себя или плохое про себя понапрасну будешь ты обнародовать, то оказываешься в опасности стать ненавидимым теми, от кого думал получить похвалу за обнаружение тайных своих, которые надлежало бы скрывать. Выслушал ты слово, пусть умрет оно с тобою, не бойся, не расторгнет оно тебя. Есть такая немощь у человеческого рода, какое-то внутреннее жжение, по которому требуется обязательно поделиться какой-нибудь новостью точной или непроверенной о ближних своих или о дальних. И такая нетерпеливость в желании пересказать другим обнаруживается в таком ненадежном сосуде, как душа болтливая, что кажется человеку, если он не выговорится, эта новость просто разорвет его изнутри. И вот с некоторым юмором укоряет нашу склонность к болтливости мудрый наставник. Выслушал слово, пусть умрет оно с тобою, пускай оно в тебе будет погребено, не бойся, оно тебя не расторгнет, не взорвется внутри тебя. Глупый от слова терпит такую же муку, как рождающая от младенца. То есть ему обязательно надо прорваться и изобилием слов затопить всех окружающих. Что стрела, вонзенная в бедро, то слово в сердце глупого. Стрелу тотчас хочется вырвать, и глупый не может удержать слово, которое в нем оказалось. Расспроси друга твоего, может быть, не сделал он того, и если сделал, то пусть вперед не делает. Это речь о зле о ближнем. Как бы не горька была новость о ближнем твоем, не торопись осуждать его за нее, не торопись увлекаться гневом, а особенно мстительностью, за то зло, о котором услышал ты, о ближнем своем. Расспроси его, может быть, не делал он того, не забывая, что слова — это всего лишь слова. И если сделал, то пусть вперед не делает. Ибо если и провинился, кто пред нами, узнай сначала, точно ли провинился, а во-вторых, нет ли в нем раскаяния, не жалеет ли сам он уже о том худом, что сделал. Расспроси друга, ибо часто бывает клевета. Не всякому слову верь, ибо иной погрешает словом, но не от души. И кто не погрешал языком своим. Такими словами автор успокаивает наш гнев на ближнего в случае узнавания нашего о каких-либо его недобрых делах или злых словах о нем. Может быть, и согрешил он в слове, может быть, и против тебя, но не от души сказал это, а при случае пришлось. Вспомни про себя, что ты не безгрешен. Кто не погрешал языком своим? Маленькой частью тела называет апостол Яков, язык в человеке. Но кто смог его вполне подчинить себе? Он от гиены воспламеняемый через действие духов тьмы и человеческую распущенность чувств приобретает огромную силу этот язык. И как огонь сжигает маленький огонек пламени, может сжечь огромное количество всякого рода вещества, так и язык прекрасной неправды распространяет зло вокруг себя. Расспроси ближнего твоего, прежде нежели грозить ему, и дай место закону Вышнего. «Мне отмщение и азвоздам», приводит слова ветхозаветный апостол Павел в своем послании. Уберегает нас, мудрый наставник, от вступления в войну, от пререканий с ближними. Советует решать проблемы сначала общением, расспросами. К тому же очень важно помнить о том, что сам Господь есть воздаятель за всякое зло и неправду, поэтому не должно забывать о том, что совесть человека пред Господом, и предоставить ей свободу самой дорасти, дораскаяния бывает очень нужно. И мудрость обличителя состоит не всегда в том, что он будет укорять и особенно не должно мстить, но нужно оставить место божественному внушению, действию совести в человеке. «Всякая мудрость страх Господень и во всякой мудрости исполнение закона. И не есть мудрость знания худого». Некоторые так и говорят. Для общего развития «Посмотрю-ка я на злые события, посмотрю-ка я на людей бессовестных и порочных, для знания жизни надо мне опуститься на дно земное, хотя бы даже в зрелищах, доступных нам сегодня очень легко и просто. Нет в этом мудрости. Не есть мудрость знания худого. И нет разума, где совет грешников. Есть лукавство, и это мерзость. И есть неразумный, скудной мудростью. Лучше скудный знанием, но богобоязненный, нежели богатый знанием и преступающий закон». Не должен никакому человеку хвалиться объемом собственных понятий, даже богословских. Как говорил Стиль Феофан, всякое знание сушит, сушит сердце от его покаянного чувства. Даже богословское, если человек надеется только наполнив здравыми понятиями или разнообразными познаниями ум свой, уже в связи с этим станет высок. Не это делает высоким. Лучше скудным знанием, но богобоязненный. Это возвышает к самому богу всякого. Есть хитрость изысканная, но она беззаконна, и есть превращающий суд, чтобы произнести приговор. человеку свойственна изворотливость ума. И эта изворотливость ума не к добрым ведет плодам иногда, а к очень плохим. Поэтому не стремись быть умником и не хвались житейской своей хитростью. Она бывает безблагодатная, плоды ее злы. Есть лукавый, который ходит согнувшись, в унынии, но внутри он полон коварства. Не будь падким не только на слово эффектное, но и на вид, который может быть лицемерен. Он поник лицом и притворяется глухим, но он предварит тебя там, где и не думаешь. Мы с вами не раз уже в главах этого мудрого наставника встречали наставление чадом своим быть крайне бдительными с людьми, не доверять ни слову, ни первому виду, только по многовременному исследованию надлежит избирать себе друзей и спутников и соратников. И если недостаток силы воспрепятствует ему повредить тебе, то он сделает тебе зло, когда найдет случай. По виду узнается человек, и по выражению лица при встрече познается разумный. Одежда и осклобление зубов и походка человека показывают свойства его. Бывает обличение, но не вовремя, и бывает, что иной молчит, и он благоразумен. О различных видах внешнего впечатления, которые может оказывать человек, говорит библейский писатель. Бывает лукавство не только в словах, но и в виде, но при этом мы простираемся из своего сердца в наши слова и в наш образ, который пред глазами человека. Будь внимателен, следи за тем, нет ли раздвоенности и в действиях, и в словах человека. Его вид может быть обманчив, но тем не менее из его вида ты можешь многое узнать о нем. И не торопись выражать суждения, ибо бывает и полезное, и справедливое, которое мог бы сказать, но не вовремя, потому не послужит ко благу, а бывает, что надо помолчать, не торопиться, не обличать, не высказывать свое мнение, и это будет верхом благоразумия.